Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаю знакомить вас со своими стихами. В сегодняшнем стихотворении я буду вспоминать одну из моих любимых юмористических актрис, незабвенную и непревзойденную Фаину Раневскую. Но не менее чем ее роли в кино, мне нравятся и ее крылатые выражения типа «Против кого дружите, девочки?» Обращается она к молодым актрисам, шушукающимся в театральной курилке. Или «Сказка» это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А «Быль» это когда наоборот. Или вот это мне очень нравится. «Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи». Или еще «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны». Или «Я не умею выражать сильных чувств, хотя умею сильно выражаться». Или «Есть люди, в которых живет Бог». Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Вот такую веселую и остроумную женщину я буду вспоминать в своем сегодняшнем стихотворении, которое называется «Мне говорят, что я сошел с ума». «Мне в спину часто говорят, что я сошел с ума. Что в моем возрасте начать играть хард-рок безумно. Ну что могу сказать, дорога, к счастью, не пряма. Но мы обязаны идти к нему», — сказал нам кто-то умный. «Ну что еще сказать всем осуждающим меня. Разве что из Раневской привести хорошую цитату. Что хрен, положенный на мнение какого-нибудь пня, и удовольствие нам доставляет и отраду. Мне кажется, лучше безумным быть, чем делать не свое. К чему призвания нет. Просто судьба сложилась вот такая. Ну или делать то, что заставляет делать трусость и ее сестра родная. Нерешительность из хаты с краю. Мне кажется, все это признак недалекого ума посредственности, не способной на поступки. И я считаю комплиментом неплохим, причем весьма, когда такие персонажи в спину скалят зубы. Еще считаю признаком такого же ума всех осуждать и поучать, считая себя умным. Чем быть таким, пусть лучше буду сумасшедшим я, пусть лучше буду творчески безумным. Ну вот, кто-то вспомнил, а кто-то и познакомился с некоторыми крылатыми фразами от великой и прекрасной Фаины Раневской. А заодно и услышали одно из моих стихотворений. Надеюсь, оно тоже вам понравилось. Но, как вы помните, я краток надоедать не смею. Поэтому до свидания, до следующего поэтического эфира. Оэтического эфира. Продолжение следует...